Здравствуйте подписчики моего канала и просто любители карт Ленорман. Сегодня мы рассмотрим расклад сюрприза судьбы с 8 по 14 июля. Потому что на картах чем смотришь меньше срок по времени, тем они говорят чётче. Дальше уже начинает расплываться, поэтому очень многие торологи любят смотреть, скажем так, на год, на два и так далее. Итак, понедельник. Что же ждёт понедельник? В понедельник будет ссора, связанная с каким-то письмом. То есть вы получите письмо, что-то вам в этом письме не понравится, да, и у вас произойдёт ссора. То есть, кстати, письмо, я бы сказала, долгожданное, и вы, может быть, даже умысленно уже отвечаете на это письмо, да, как у нас часто бывает, как мы мысленно разговариваем с партнёром. И как раз вот, даже если мужчина ничего отрицательного вам не напишет, но вы как бы к этому уже готовы, то есть он всё это время не писал, естественно, вы восприметесь всё же таки, и из-за этого поссоритесь. Но это, как всегда, у нас и происходит в жизни. Вторник. Во вторник. Во вторник будет предложение заняться сексом, но у вас возникнут большие сомнения. То есть здесь такой момент, как бы, да, и хочется, и кольца, и мама не велит, и надо как-то марку держать. И вот здесь вот вы будете сомневаться, нужно вам это или не нужно. То есть, как вариант, мужчина вам предложит заняться сексом. Среда. Что же ждёт вас в среду? В среду вы порвёте все эти отношения, которые вам не понравятся, останетесь одна, да, то есть всё-таки, скажем так, разум восторжествует над чувствами. И как бы ни хотелось, вам покажется, что лучше уйти из этих отношений, потому что даже хороший секс вам ничего не принесёт в дальнейшем. В четверг вы начнёте мечтать о встрече. Может быть, не с ним, может быть, совершенно с другим мужчиной. То есть вы будете мечтать, как вы встретитесь, как он приедет, как он впечатление на вас произведёт, как будут завидовать вам окружающие подруги. То есть вы будете сесть в своих собственных фантазиях. То есть реальная жизнь, когда возникает, вы говорите, я не такая, я жду трамвая. Как только обрываете, начинайте о чём-то мечтать. Но это может быть действительно другой партнёр. Поэтому тот, который вам предложат, вам совсем не интересен. Пятница. Так, в пятницу у вас прям-таки будут решения, связанные с любовными проблемами. То есть как раз пятница, да, наведёт на мысль, что как решить всё-таки проблемы, связанные с чувствами, с эмоциями, с любимым мужчиной. И вы уже начнёте прям так планировать, да, и думать, как вам всё-таки себя правильно вести. Суббота. Суббота. Вы мечтаете на самом деле о красивой любви. Такой настоящей. Может быть, со каким-то звёздным партнёром. Может быть, каким-то медийным лицом. То есть вы себя представляете уже на обложках, глянцевых журналах, да, то есть то, что вот я там как бы партнёр, там, ну, то есть вам хочется утереть нос всем своим близким, да, и вот эта вот мечта, она прям вот вами завладела. То есть вы даже не настолько любите партнёра, сколько, я бы сказала, имидж, который вы вокруг него себе придумали, да, как вы будете выглядеть. И воскресенье. И воскресенье опять у вас нарисуется какой-то партнёр, причём я бы сказала, тут может быть связано с вашей карьерой, ссорой в плане рабочих, какие-то рабочие моменты, да, то есть может быть у вас напрягут работать в воскресенье, может быть какой-то клиент попадётся, да, который выведет вас на эмоции, то есть у вас прям воскресенье будет испорчено ссорой, связанной с вашей карьерой, вашей работой. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим сюрпризы по судьбе именно вам.